Привет, ребята! Это Мэтт Куры, CourseControlPaint.com, и сегодня я покажу, что небольшое изменение цвета может внести в иллюстрацию. Дизайн персонажа и иную работу – огромное различие, ведь несмотря на то, что все остальные компоненты останутся без изменения. Вы сами убедитесь в этом, выполнив задание, которое я для вас подготовил. Вам нужно будет поэкспериментировать с несколькими цветовыми схемами на шаблоне с Кибергориллой, который я добавил к посту. Вот он, этот рисунок, и я добавил его к низу страницы, и вы можете загрузить PSD-файл и попробовать поработать с ним самостоятельно. И давайте посмотрим, как я работал с этим шаблоном. Вы видите, что каждый из этих цветов, например, светло-зеленый, который я назвал ArmorColor2, каждый из этих цветов, они все на отдельном слое. То есть, весь зеленый цвет вы можете увидеть на отдельном слое, точно так же темно-зеленый. Ввелите иконки замков около названия слоев в панели справа. Они называются «Сохранять прозрачность пикселей» – Lock Transparent Pixels. То есть, если я выберу слой со светло-зеленым цветом, и мне нужно будет поменять цвет, то если я начну рисовать каким-либо цветом, то не смогу выйти за границы слоя. Я просто буду менять цвета, и поэтому менять цвета на этом шаблоне очень легко. Я могу выбрать любой цвет и просто начать рисовать, чтобы поменять цвет. Если вам не хочется рисовать, то можно просто открыть панель выбора цвета, чтобы поменять цвет слоя целиком и сразу. Также, как вы видите, у меня есть слой Shadow – тень, а также слой Highlight – освещенную область. И если отключить эти слои, вы увидите лишь простые цвета. Кстати, в этих слоях тоже есть опция «Сохранять прозрачность пикселей». То есть, с тенями вы можете делать то же самое, что и с обычными слоями. Но пока что тени холодного зеленого оттенка у нас. Но если мне нужно сделать их более теплыми, то мне нужно выбрать слой Shadow. Затем я открою инструмент «Пипетка», выберу для тени более теплый оттенок и начну заливать им слой, изменяя лишь слой с тенями. На подобную настройку документа уходит дополнительное время. Но в итоге вы можете использовать различные комбинации цвета и не переживать, что вы выйдете за рамки. Вы можете экспериментировать как вам угодно, покуда не найдете нужное сочетание цветов. И вот когда все готово, стоит сохранить результат в отдельном документе. Достаточно выделить рамкой рисунок, кликнуть «Редактировать» и выбрать «Копировать со всех слоев». И после вставить скопированный в новый документ. И затем можно продолжать менять цвета в оригинальном документе, не боясь потерять созданный вами рисунок. Да, это мой рисунок, он не ваш, поэтому он не войдет в ваше собственное портфолио. Но я надеюсь, что вы научитесь тому, как менять цвета на иллюстрации, можно добиться совершенно разных результатов. Кроме того, с технической точки зрения вы можете попробовать метод с функцией «Сохранять прозрачность пикселей» для изменения цвета на собственных рисунках. Удачи вам с заданием и не забудьте загрузить PSD-файл внизу страницы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...